Музыка Уважаемые коллеги, меня в прошлом году поразили три события. Это бессмертный полк, когда вся страна стала в едином строю для защиты нашей великой победы и продемонстрировала уникальные единства. Этот бессмертный полк нам всем дал наказ поддержать детей войны, их почти 12 миллионов. Мы трижды вносили закон, по которому надо было выделить из казны 120 миллиардов, чтобы они не получали, как сегодня, 10-12 тысяч пенсию, которая бесценна, и почувствуют себя лучше. Но ни правительство, ни Единая Россия не поддержали это решение. Я считаю, что мы сегодня имеем возможность строго заявить, давайте примем это решение, оно давно перезрело. За прошлый год нашли 2 триллиона рублей банкирам, но не нашли денег детям войны. Хочу сказать, что в прошлом году мы обогнали США только по одному показателю. По покупке супер-яхт, шестая яхта Абрамовича, стоит ровно 120 миллиардов рублей. Одной яхты хватило бы для того, чтобы поддержать бедных ветеранов. С другой стороны, в прошлом году наш рубль обесценился вдвое. Эта валюта будет отмечать в текущем году 700 лет, но только наш рубль обесценился вдвое. А это означает, половину сбережений, которые были у граждан, потеряли они, третий раз их грабанули за последние 20 лет. Если посмотреть, что творится на нашей бирже, то валютные спекуляции за последние 2 года выросли в 5 раз и достигли астрономической цифры. Если мы там не наведем порядок, мы ничего не сделаем с нищетой. У нас за прошлый год прибавилось 3 с лишним миллиона нищих, и 2 третих граждан страны получают от 15 тысяч рублей и менее. Это тоже полунищенское существование. И третье – это открытие Ельцин-центра, на который грохнули 10 миллиардов. Недавно наши товарищи были и посмотрели. Это центр русофобии, развала страны, порождение ненависти и унижения всей нашей истории. Если там посмотрите, там все государи, которые создавали нашу державу, или изверги, или люди, которые недостойны элементарного уважения. Я предлагаю создать комиссию и направить, посмотреть на это безумство, потому что вокруг этого крутятся американцы и все остальные. Они уже готовят планы регионализации Сибири, Урала и всего остального. Не прозевать бы эту провокацию. С другой стороны, мне очень заинтересовали ответы Путина в диалоге со страной. Я должен сказать, там была более требовательная атмосфера, нежели сегодня у нас при рассмотрении отчета премьера. Хочу напомнить, женщины на Сахалине просят отдать им свою зарплату. Сидит упырь, который погоду им не платит, и потом по 20 тысяч записывает свою тетрадку. Ну, в свое время у Пикалева выезжал президент, там хоть дерибаску нагибал. А здесь послали прокурора, хотя там сотни чиновников, которые давно могли решить этот вопрос. А рабочий с Урала Дудкин, который многодетный, не в состоянии получить свою зарплату. Или фермер Зыков, который сказал, снимите санкции, нам всем хана. Мы залезли в долги, что-то произвели, вы нас снова разорите до ручки. Системный кризис, по сути дела, продолжает нас лихорадить. И не надо делать удивленное лицо. Но из системного кризиса, я вам не раз говорил, история знает три выхода. Это война, революция и диктатура. Мы дважды это испытали в прошлом веке. Мы обязаны все сделать, чтобы не погружаться дальше в кризис. Но я вижу, нового курса пока нет. Реальной программы выхода из этого кризиса нет. Новой команды, которой бы люди доверяли, тоже нет. Хотя без консолидации общества невозможно решить ни одну проблему, особенно в условиях системного кризиса. Я благодарю вас, Дмитрий Анатольевич. Вы подчеркнули идею президента. Он в своем послании сказал, что без честных выборов, которым бы народ доверял, тоже нельзя выбраться. Вы сегодня подтвердили. Но посмотрите, какая вахканалия уже началась на местах. От того, что не впускают сознанием победы в школе, для того, чтобы детям рассказать, до очередных грязных клеветников, которые появились на многих каналах. Давайте приведем все в соответствии. Мы готовы обсуждать проблемы и подготовили соответствующую программу. Я вам всем разослал вот эту программу. Ее принял Орловский международный форум. Ее поддержали 600 трудовых коллективов, начиная с крупнейших заводов. Я хочу, чтобы и правительство, и госсовет, и мы вместе собрались, обсудили. Над ней работали лучшие специалисты. Я думаю, мы от этого только все выиграем. Дмитрий Анатольевич, самая большая беда вашего правительства. У вас нет единого правительства. У вас есть три фракции. Государственник у патриотов, фракция торгово-спекулятивная и молчаливо-послушная. Государственники-патриоты все сделали, чтобы вернуть Крым. Провели блестящую операцию по борьбе с террористами Сирии. Они сейчас укрепляют северные рубежи страны. Они осваивают новый космодром и открывают новые изделия, которые нас будут защищать. Но посмотрите, как их начинают подрезать ваши финансы. Если посмотреть молчаливо-послушная фракция, там талантливые есть люди, которые знают здравоохранение, но которым вы вообще не даете денег. Они разорят при такой политике последние районные больницы, ничего не останется. А что касается науки образования, она как корчилась в муках, так и продолжает. Посмотрите и послушайте, что вам скажет Академия наук. Вы недавно были, но я не вижу должных выводов. Но самое трагичное, хочу, чтобы вы это все услышали, что у нас доля иностранного капитала в базовых отраслях уже стала такой, которая была перед Первой мировой войной и 1917 годом. Добывающая промышленность 56%, металлургическое производство 76%, железнодорожное машиностроение 75%, энергетическое машиностроение большой холодной стране. Оно у нас было лучшее в мире 93%. Вам завтра не поставят две детали, и вы будете сидеть в холодной стране и замерзать. Нам надо навести здесь порядок. Короче говоря, если мы не оценим верно происходящее и не влядимся в прудыщее, мы можем допустить стратегические ошибки. Что нас ждет впереди? В США придут более жесткие руководители. И это уже очевидно. На Украине уже новый премьер и новые министерства по оккупированным территориям. На Ближнем Востоке нескоро все успокоится, все знают. И на Брикс идет мощный накат, посмотрите, что творится в той же Бразилии. И объявили войну не просто Путину, объявили войну всей стране. То, что у нас дикая коррупция, даже кошки во дворе знают. Но то, что это согласованная, проплаченная и страшная операция, это понятно любому политику, когда на главных газетах выходят с большим портретом и ни одного не называют сюжета, фактически который бы это подтвердали. Поэтому нам тут надо вместе усилить борьбу со всеми этими вещами. И надо понимать, не зря Путин в ООН говорил, что нас пытаются взять в клещи, пытаются. Готов закон Трансатлантическое Тихоокеанское соглашение, и он нас будет выдавливать из Европы, не пускать в Азию. Нам надо принимать меры. Но я заявляю партии власти, если и дальше Кудрин будет маячить вокруг президента, если мы вдруг дрогнем при рассмотрении проблем Курил и Донбасса, уверяю вас, все рейтинги посыпятся разом. Я это видел, как было у Хрущева, у Горбачева, у Ельцина. Лишь отстаивая национально-государственные позиции и проявляя характер, можно добиться соответствующего результата. Наша программа предельно проста. Я хочу, чтобы вы ее изучали. Без экономического, финансового суверенитета и того, чтобы диктовал позицию рубля не доллар, мы никуда не вылезем, мы не печатаем доллары. Без новой индустриализации, классной науки и современного образования невозможно двигаться вперед. Это баба Яга уже всех изнасиловал в нашей стране. Без того, чтобы на деревню выделять 10-12%, никто никогда не улучшал плодородие земли и не поднимал сельского хозяйства. Без того, чтобы вы определяли, куда использовать средства от минеральной сырьевой базы, нельзя вылезти. Только эта позиция дает плюс 7 триллионов в наш бюджет. Без госмонополии на спиртоводочную промышленность вы не соберете ничего, и у вас живых денег не хватит. Сразу 3 с лишним триллиона еще добавится. Короче говоря, и налоги, и цены, и все остальное. Но надо, прежде всего, создать нормальные условия для людей, гарантировать прожиточный минимум каждому, а он сегодня 20-25 тысяч рублей. Надо все сделать, чтобы была нормальная пенсия не менее 50% от средней по региону. Надо принять все в меры по защите от русофобии и антисоветизма. На этой основе можно объединять народ и получать хороший результат. Спасибо.